Мы с вами будем разговаривать уже о многоклеточных животных. И первое, с кого мы начнем, это тип губки, они же парифера. Поговорим о их разнообразии, о типах строения и образовании многоклеточности. Образование многоклеточности мы обсудим с вами в конце лекции губок. И я потом объясню, почему. Начнем с общей характеристики группы губки. Это одни из самых древних многоклеточных животных. И в прентологической летописи отмечают спиклы губок, возраст которых датируется примерно 600 миллионами лет назад. Это исключительно водные животные, преимущественно населяют моря. Однако есть и пресноводные представители. Наверняка вам, хотя бы один пресноводный представитель известен. Это губка бодяга. Они имеют вид корок, наростов, трубок, цилиндров, кубков, чаш и так далее. Окраска губок может быть разнообразной, но преимущественно не желто-оранжевого цвета. Их размеры колеблются от 1-2 миллиметров до 2 метров и более. И одной из самых больших губок является губок Нептуна. Губки сами по себе являются прикрепленными к неподвижными организмами. И поэтому долгое время их не относили к животным. И лишь в 19 веке было установлено, что губки активно прокачивают через свое тело воду. Было изучено их строение и описание личинок, что и подтвердило гипотезу о том, что губки являются животными. На данный момент известно порядка 8 тысяч видов губок. Питаются губки чаще всего взвешенными в воде частицами. И самая уникальная черта губок состоит в том, что они все время пристраиваются в организм. Для более точной настройки системы питания от течения. Течения имеют свойство изменяться. Они очень радикально, однако, постоянно. И так как губки являются типичными фильтраторами, им необходимо, чтобы их фильтрационная система работала очень эффективно. Тело губок может иметь радиальную симметрию, но чаще всего тело абсолютно асимметрично. Чаще всего губок можно встретить на твердых субстратах, таких как, например, скалы, раковины моллюсков, затопленная древесина, коралловые рифы и так далее. Однако некоторые виды губок могут использовать песок или ил в качестве субстрата. Достаточно большая часть губок живет на мелководье. Однако встречаются представители, которые могут жить на больших губинах. Например, это губки, относящиеся к классу стеклянные губки. От хищников губки защищаются механически за счет того, что у них в прослойке между покровным слоем и гастральным слоем есть мезохил, это межклеточное вещество, внутри которого находится большое количество спикул, которые могут иметь сложное строение, а также всякие молекулы, которые имеют токсическое действие. Однако для человека губки не представляют существенного значения за исключением локального дерматита, вызванного непосредственным контактом кожи с самой губкой. Окей. На данный момент губок принято делить на пять классов, которые в свою очередь делятся на две группы. В первую группу включаются известковые губки и гомосклероидные губки. При этом гомосклероидные губки являются самыми сложно устроенными губками и считается, что они являются боковой ветвью эволюции по отношению ко всем остальным многоклеточным животным. И во вторую группу входят класс демоспонгия и гексактинолида. Демоспонгия, они же называются кремнероговые или обыкновенные губки, и гексактинолида – это либо шестилучевые, либо стеклянные губки. И считается, что именно кремнероговые или обыкновенные губки дали начало для всех многоклеточных животных. Губки устроены разными способами. Конструкция тела взрослой губки определяет только ее фильтрационная активность. Соответственно, тело губки устроено таким образом, что вода может достаточно эффективно прогоняться по телу губки к клеткам, которые занимаются фильтрацией, и вода выходит из губки через единое отверстие, которое называется оскулем. Сейчас я… Оно все тут есть, но я продублирую покрупнее. Соответственно, вот он. Раз, два, три, вот четыре. Эти отверстия называются оскулем. Тело взрослого животного снабжено двумя эпителиоподобными слоями клеток. И один из них состоит из воротничковых жгутиконосцев. Они называются хуаноциты. И выстилают жгутиковые или фильтрационные камеры. А второй слой состоит из пинокоцитов, которые представляют из себя плоские эпителиальные клетки и выстилают все снаружи и каналы внутри губки. У губок отсутствуют настоящие эпителии. Также у них отсутствует нервная кровеносная система и другие многие органы, которые свойственны для многоклятичных животных. Несмотря на то, что слои клеток, образованные из хуано-дермы и пинака-дермы, выполняют функции, которые выполняют эпителии, у настоящих многоклятичных животных, у губок, эти слои нельзя называть именно эпителиями, так как у них нет специализированных межклеточных контактов, а также зачастую отсутствует базальная пластинка. А собственно основными критериями для настоящих эпителиев являются наличие базальной пластинки и наличие специализированных межклеточных контактов. В связи с этим губки относятся к группировке метазоа, то есть многоклеточные. И уже группа метазоа является предшественником для группы эометазоа. И уже непосредственно группа эометазоа называется настоящими многоклеточными животными и для них будет характерно наличие всех признаков, которые свойственны для настоящих тканей. Переедем дальше. Несмотря на свое примитивное происхождение, клеточный состав губок достаточно разнообразен, клетки достаточно специализированы. И самыми уникальными клетками, наверное, являются, самыми интересными являются клетки хуаноциты, которые образуют хуанодерму. Это внутренний слой клеток, который очень сильно похож на боротничков и жгутиконосцев. Хуаноциты Хуаноциты закреплены на внешнем матриксе и могут иметь небольшие псевдоподии, то есть выросты. Строение хуаноцита поставимо по строению клеток воротничков и жгутиконосцев. Соответственно, у них есть жгутик и вокруг жгутика есть воротничок из микроворсина. Корешковый аппарат представлен микротрубочками, но разве гораздо слабее, чем у воротничковых жгутиконосцев, ну так как у, соответственно, губок этот жгутик не используется для движения. Хуаноциты принимают активное участие в питании. В питании губок, потому что губки, собственно, являются фильтраторами и механизм фильтрации происходит с помощью, ну, фильтрация происходит с помощью хуаноцитов и ее механизм очень похож на фильтрацию хуанфлагелят. Соответственно, задний жгутик создает ток воды, который подносит частицы к основанию воротничка из микроворсина, где они, собственно, прилипают к наружной поверхности микроворсины. Хуаноциты фагоцитируют поймавшиеся, пойманные частицы и либо переваривают их самостоятельно, что, например, характерно для известковых губок, либо передают другим клеткам, например, археоцитам, это такие клеточки в мезохиле, но сейчас мы на них посмотрим. И уже, значит, в клеточках мезохилы может происходить пищеварение. Вот, собственно, куаноциты, которые выстилают фильтрационную камеру. Вот они. Следующим слоем клеток, который мы рассмотрим, являются пинокоциты, которые образуют пинокодерму. Это слой клеток, который покрывает наружную поверхность губки и также выстилает ее отреальную полость. Атреальная полость это полость внутри губки, но не фильтрационная. Значит, сейчас, когда будем рассматривать тип строения, я поподробнее остановлюсь на этом. Также пинокоциты выстилают каналы ирригационной или водоносной системы и различные полости, которые могут быть в теле губки. Клетки пинокодермы, они же пинокоциты, уплощенные и часто многоугольные, но такие имеющие сложную форму достаточно. В пинокоцитах есть специализированные клетки пороциты, они выстилают, соответственно, стенки поровых каналов, через которые вода проходит внутрь тела губки. Диаметр пор у губок составляет в среднем 5-7 микрон и размер пор ограничивает размер частиц, которые поступают в ирригационную систему губки вместе с водой. Соответственно, основной пищей губок являются пика и нанопланктон, соответственно, различные бактерии и мельчайшие эукариоты, а также микроскопические фрагменты Д-трита. Помимо, собственно, хуаноцитов и пинокоцитов есть еще клетки мизохила, то есть вот этого пространства между двумя клеточными слоями. То есть, если вот это пинакодерма, это хуанодерма, то вот это вот это мизохил. И в мизохиле встречаются несколько типов клеток. Во-первых, там встречаются клетки, которые формируют органические компоненты скелета. Это различные клетки, которые, собственно, синтезируют коллаген, спангин и другие длинные белки, которые, собственно, помогают создавать матрицу для скелета. Во мизохиле еще находятся архиоциты. Это клетки, которые участвуют в построении спикул. Ой, простите, архиоциты это клетки, которые обладают очень высоким потенциалом специализации и могут превращаться в любые клетки. И есть еще склероциты. Это склероциты это клетки, участвующие в строении спикул. Значит, механизм образования спикул у них эндогенный, то есть спикул образуется внутри клеточки, а потом из нее выходят. Ну, вот, собственно, архиоциты лежат в мизохиле. Как я уже сказала, у губок есть несколько типов водоносных систем. И сейчас мы с вами немножечко будем поправлять эту картинку, потому что она не совсем верна. Сейчас я... Вот. Значит, начнем мы с самого простого. Это тип строения АСКОН. Вот он, соответственно, сейчас... Ну, потерялась... Вот. АСКОН. Ну, вам, наверное, не видно, но я желтеньким его обвела. Это сумкообразное строение губки, когда у нас есть, собственно, одна фильтрационная камера, она же является отреальной полостью, то есть внутренней полостью губки. Хотя раньше вам буду нарисовать. Вот это вот у нас отреальная камера или фильтрационная камера. отреальная полостью. Соответственно, вот это также будет отреальной полостью и вот это также будет отреальной полостью. Или в случае АСКОНа, вот у нас АСКОНа, вообще АСКОНа на латыни это сумка. это сумка тоже будет переводиться. Фильтрационная полость. Вот с фильтрационной полостью уже все не так просто. В случае АСКОНа отреальной и фильтрационной полости будут совпадать. В случае более сложного строения или строения АСКОНа они уже не будут совпадать. И фильтрационными полостями будут вот эти вот штучки. В случае Лейкона также это не будет совпадать. Фильтрационные полости вот они ограничены красными. А какие тут есть еще условные обозначения на этой схеме? Ну, желтым на схеме обозначаются пинокодерма. То есть слой клеток собранный из пинокоцитов. Однако автор этой иллюстрации допустил некоторые ошибки. И как нам с вами уже известно пинокодерма должна выходить в поры и выстилать стенки поровых каналов. То есть пинокодерма должна располагаться еще и вот здесь. Я надеюсь вам видно. Напишите пожалуйста, если не видно и вы не понимаете о чем речь. Я надеюсь, что вам видно. Давайте я сейчас может быть попробую сделать. Во-первых, нельзя толще сделать. Давайте может быть другим цветом тогда я сделаю. А, ну вот мне пишут, что видно. Хорошо. Значит, соответственно у Аскона есть от реальной или фильтрационной полости водичка заходит через поровые каналы отфильтровывается вода заходит через половые каналы отфильтровывается в фильтрационной полости и выбрасывается из тела губки. В случае сикона опять-таки автор нам тут не дорисовал немножечко пинокодермы. Она будет располагаться вот здесь вот везде, где поры, там будет пинокодерма, а также отреальная полость тоже будет выстла на пинокодерму, потому что там не происходит фильтрация. Уголок все просто. Если есть фильтрация, то хуанодерма, если нет фильтрации, то пинокодерма. Соответственно, вода заходит через поровые каналы, попадает в фильтрационную камеру, там фильтруется и выбрасывается в отреальную полость. В случае Лейтена опять-таки автор нам не дорисовал пинокодерму. Пинокодерма будет находиться в отреальной полости. и будет выстилать поровые каналы. Я рисую чуть-чуть, но все поровые каналы будут выстиланы пинокодером. Окей. Значит, водичка будет проходить следующим образом. Значит, вода проходит через пору, заходит в первую фильтрационную камеру, потом попадает в вторую, в третью, иногда может попасть в четвертую, после этого уже сильно хорошо отфольтрованная вода попадает в отреальную полость и выбрасывается из тела губки. Часто сложность строения губок напрямую связана с их размерами. Соответственно, чем больше губка, тем сложнее ее строение, что в целом логично. Значит, еще раз объяснить, что такое хуанодерма и пинокодерма. Хуанодерма образована хуаноцитами. Это такие клетчики, похожие на воротничковый жгутико-ноцитов. Вот, собственно, вот это вот хуанодерма. Это клеточки, у которых есть жгутик, у которых есть воротничок из микроворсинок, они ответственны за питание условно клеток, за питание организма. Они, соответственно, бьются и отфильтровывают какие-то взвешенные в воде частички пищи. Есть пинокодерма, это такие плоские клеточки, вот, собственно, по-другому пинокодерма называется плоский петелий, и они покрывают, как, ну, у нас с вами есть кожа, а у губок есть пинокодерма. Соответственно, они покрывают все наружные поверхности клетчика. Говорят, что если губку в блендере перемолоть, она вырастет снова. Да, действительно, вырастет, но клетки, которые уже дифференцировались, они повторную дифференциацию пройти не смогут, и, соответственно, они просто переползут в составе вот этого клеточного образования в то место, где их есть сородичи, образуют уже либо хуанодерму, либо пинокодерму, либо уйдут в образование мезохила. Окей, давайте продолжать. Питание губок. Губки отфильтровывают пищевые частички из воды, которая протекает через их тело. Размеры обычно варьируются от 50 до 1 микрометра, но могут быть и меньше. В эти пределы обычно попадают одноклеточные организмы, эукреатические типа диннофлагелят. Также туда могут попадать бактерии, вирусы и мелкие органические детрит. Возможно, даже поглощение растворенных в воде органических веществ. В тропических морях, где губки очень многочисленные, мелкие фракции пищи, примерно в 7 раз более доступные, чем крупные. Соответственно, губок там гораздо больше, развиваются они активные. Все клетки губок способны поглощать частицы путем фагоцитоза. Соответственно, фильтры, которые улавливают пищевые частички, это приводящие каналы, которые постепенно уменьшаются в диаметре. Вот, собственно, они, вот это приводящие каналы. И эти каналы ведут к хуаноцитным камерам. То есть, вот это вот хуаноцит. Здесь, собственно, подписан хуаноцит. Их тут много, какое-то большое достаточно количество. Вот так вот они сидят. У них у всех есть жгутики. Жгутики бьются, организовывают ток воды. При этом захват непищевых частичек происходит уже в самом канале и переносится клетками мезохила в место ближе к оскулюму, соответственно, чтобы выбросить частички, которые нельзя переварить. В некоторых случаях захват пищевых частичек может происходить также в поровых каналах, но переваривание все равно будет происходить с помощью амебоцитов в толщу мезохила. Губки достаточно эффективно перераспределяют воду внутри себя и собственно сейчас мы посмотрим с вами видео, где будет показано насколько хорошо они перераспределяют внутри себя воду на этом видео водолазы распространяют некоторый пигмент рядом с губкой и собственно видно, что этот пигмент достаточно сильно расходится. Давайте просто посмотрим насколько это хорошо. Ну вот собственно водолазы из шприца впрыскивают пигмент в губку и собственно здесь мы сейчас увидим как пигмент внутри губки распределяется и выходит равномерно на очень большом объеме на очень большую площадь по сравнению с той площадью куда этот пигмент впрыскивали. Окей значит следующее очень важное что надо знать относительно губок это спикулы спикулы встречаются у известковых кремнеземных и стеклянных губок при этом спикулы они очень разнообразны по своему строению спикулы чаще образованы либо карбонатом кальция то есть кальций СО3 либо оксидом кремния то есть силициума 2 спикулы очень разные они могут быть одноосные которые выглядят как палочки сейчас я покажу вот одноосные могут быть трехосные могут быть многоосные могут быть сферообразные они будут называться сфероиды и так далее при этом по размерам эти спикулы тоже могут быть очень разнообразные и соответственно различают всякие мелкие маленькие спикулы крупные спикулы и так далее основное определение глупок происходит систематика глупок происходит на основании собственно строения спикулы при этом делаются вот такие вот фотографии с помощью сканирующего электронного микроскопа сэмон называется собственно всякие такие спикулы то есть вот это вот у нас фотографии реально существующих спикул полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа как уже мы обсуждали писали уже в чате глупки обладают очень высоким потенциалом к реорганизации и к восстановлению соответственно в норме тело губок постоянно перестраивается вероятно это происходит в частности потому что клетки не образуют спичных тканей то есть не соединены жесткими межклеточными контактами клетки пинокодермы мезохила клетки спикулоциты то есть которые синтезируют спикулы и даже клетки жгутиковых камер то есть хуанодермы могут разбираться и собираться заново благодаря этому губки могут медленно ползать или скорее перетекать по субстрату меняя свою конфигурацию и меняя расположение каналов водоносной системы то есть как раз поровых каналов и хуаноцитных камер губки могут размножаться как половым так и бесполым путем и собственно к бесполому размножению относится фрагментация то есть если мы возьмем губку банальную ее порежем на много частей из каждой части вырастет новая губка могут образовываться могут расползаться вернее размножаться почкованием когда на теле взрослой губки образуется маленькая дочерняя губка которая подальше отсоединяется и образует уже новую и в некоторых случаях могут быть могут образовываться гимулы такие специальные специальные клеточные образования которые снаружи покрыты спикулами вот это спикулы а внутри которых находится какое-то количество клеток с мезохилом и в таком состоянии губки способны пережидать засуху например пара слов о регенерации губок собственно если мы просто проведем эксперимент возьмем губку и разрежем то вот эти клетки которые на которые развалилась губка если эти клетки неподвижденные они начинают срастаться в кластеры и эти кластеры срастаются друг с другом преобразуются в реагрегированную клеточную массу и дальше уже губка восстанавливает свое строение однако строение губки будет необязательно точно таким же как исходные исходная форма у нее была для губок характерно половое размножение ну на нем мы наверное не будем останавливаться как-то подробно гометы могут образовываться как из хуаноцитов так и из архиоцитов есть вариант когда личинка образовывается под покровами губки также личинка губки может образовываться уже в планктоне ну в целом я думаю эта информация вам должно хватить давайте посмотрим на разнообразие губок и начнем мы с кальцистонгия или известковых губок это исключительно морские животные они распространены в водах мирового океана от литерали до глубоких донных отложений чаще всего встречаются они все-таки на литерале многие известковые губки вступают в симбиоз с другими организмами в частности с цианобактериями выглядят они достаточно обычным образом следующее это гомосклеродные губки это очень малоразвитые малоизученные организмы при этом гомосклеродные губки это очень хорошо отличимая группа губок они имеют специфическое строение встречаются обычно на больших глубинах или заселяют темные или полутемные экосистемы у которых нету доступа к фотосинтезу и значит еще два класса губок нам осталось это класс домоспонгия или обыкновенные губки у них как раз скелет образован из оксида силициума то есть силициум О3 губок основную часть состава скелета составляет спонгин спонгин это белочек такой наподобие коллагена но спонгин характерен только для спонги то есть только для губок последний класс это класс гексактинолида или шестилучевые или стеклянные губки это такие очень интересные красивые ажурные губки которые обитают обычно на больших глубинок и конкретно вот эта губка называется корзинка Венеры и с ней связана очень красивая традиция для восточных стран значит вот такие корзинки Венеры обычно дарят молодоженом потому что внутри корзинки Венеры поселяются две креветки соответственно мужская особь и женская особь они там размножаются живут и потом в дальнейшем умирают и соответственно почти в каждой такой губке можно найти скелетики или живых представителей креветок значит губки имеют достаточно большое хозяйственное значение в частности демоспонги то есть обыкновенные губки в частности относящаяся к ним туалетная губка долгое время использовалась людьми для личной гигиены в качестве туалетной бумаги для мытья посуды а также в качестве кровоостанавливающих тампонов потому что они очень хорошо всасывают в себя кровь и обладают некоторым бактерицидным действием и также достаточно активно применяется плесноводная губка бодяга вот она из нее делают собственно мазь которая называется бодяга форта используется она для лечения синяков или болях суставов за счет того что банально спикулы которые находятся в бодяге они раздражают кожу улучшают поводок и снимают воспаление таким образом и сейчас мы посмотрим маленькое видео собственно видео посвящено тому как происходит миграция пищевых частичек внутри губки собственно здесь нам показывают как мы в составе фланктона попадаем в пору которая пора выслана пинокодермой сейчас нам пинокодерму приоткроют и мы увидим что происходит флангерми а флангерми происходит построек спику вот собственно клетки спикулоцисты внутри себя выращивают спикулы и потом эти клеточки съезжают со спикулы и спикула остается одна непокрытая спикулы это такие отвечая на вопрос из чата это такие жесткие образования нерастворимые в воде которые являются частью внутреннего скелета губки вот такие палочки или не палочки вопрос по поводу отличий ропты и микронем они выполняют разные функции из них содержатся разные соединения сейчас нам показали с вами собственно фильтрационную камеру вот эти кольтничковые жгутиконосцы на которых налипает всякая еда а то что не налипло выбрасывается с током воды ну то есть урок 3 микронем скорее микроскопич ультрастроение несколько разное и содержимое в них разное но это и то и другое производная аппарата кольт действительно и вот собственно переваренная частичка пищи через пору попала в реальную полость губки вот это все это у нас от реальной полости губки и подальше будет выброшено через огромный оскулем во внешнюю среду и давайте поговорим о теориях возникновения многоклеточности теории делятся на неклониальные и клониальные ну или гипотезы собственно самая популярная неклониальная гипотеза это гипотеза так называемой целлюлоризации и предполагается что клетками многоклеточных были простейшие с большим количеством ядер сложно организованными клетками и большим числом специализированных роганелл например собственно организмы подобные инфузория если такая клетка поделится сразу на множество одноядерных клеток то получится организм с соматическими клетками разных типов так как им достаются разные органеллы например получившимся покровным клеткам достались реснички и согласно таким гипотезам первые многоклеточные животные напоминали мелких весничных бескишечных плоских червей объяснить таким образом происхождение губок нельзя поэтому авторы подобных гипотез часто признавали независимое происхождение губок не от одноклеточных а от колониальных простейших однако гипотеза целиориализации очень слабо подкреплена фактами особенно в области эмбриологии поэтому сильного развития она не получила вторая вторая группа гипотез это собственно колониальные гипотезы и самая первая из них это гипотеза гастреи и эта гипотеза основана на фактических данных об эмбриональном развитии животных и прежде всего это стрекающие и хордовые и во-вторых на идея повторения этапов филогенеза в онтогенезе соответственно вы наверное слышали такую фразу что онтогенез повторяет филогенез то есть развитие организма повторяет развитие вида в целом и соответственно согласно гипотезе гастреи у нас была колониальная колония протистов которая в какой-то момент сложилась с образованием ой сложилась пополам с образованием собственно двух слоев это эпителий и эндотелий то есть наружный внутренний слой клеток и дальше уже с образованием пищеварительной полости и дальше это животное начало существовать соответственно у нас просто вот эта часть загнулась внутрь есть еще гипотеза фагоцетелы когда из опять-таки шарообразной колонии внутренней полости внутренней полости этой колонии выселились отдельные клеточки утратили жгутик и дали начало уже второму слой клеток и гипотеза синдзооспорий которая говорит о том что как раз воротничковые жгутиконосцы обитали в каком-то комке слизи потом в этот комок слизи они выселили какие-то клетки эти клетки утратили жгутик и таким образом образовались многоклеточные какого-то общего взгляда сейчас нет но считается что наверное более реальной была является гипотеза гастры или гипотеза фагоцетелы окей переходим с вами уже к эометазоа то есть к настоящим многоклеточным животным вот они собственно эометазоа для них сестринской является группа собственно парифера которую мы с вами рассмотрели уже губки также туда же относятся ну сестринским группам для эометазоа относятся грибневики и трехоплоксы но о них мы с вами поговорим в конце нашего курса если у нас с вами останется время внутри эометазои они делятся на две группы это кнедарии вот они о которых мы поговорим с вами сейчас они на русском называются стрекающие мы с вами начнем этот разговор хорошо сейчас и билатерально симметричные животные стрекающие еще не являются билатерально симметричными животными потому что у них прослеживается очень выраженное давление радиальной симметрии стрекающие достаточно большой тип животных которые делятся на две группировки это а медуза медуза и собственно медуза зоа различаются они на основании того есть ли в жизненном цикле медуза на данный момент выделяют четыре класса стрекающих это антозоа или кораллы цифозоа улбозоа и гидрозоа на данный момент в составе типа кнедария или типа стрекающие насчитываются порядка десяти тысяч видов преимущественно морские животные однако встречаются пресноводные формы но их не так много это двуслойные животные у которых есть два зародышевых лепестка это лепесток эктодермы и лепесток энтодерм жизненный цикл со сменой жизненных форм он по-другому называется метагенез включает в себя жизненную форму полипа и жизненную форму медузы сейчас я открою чатик смотрю может быть у вас вопросы за перерыв появились извините мне просто тут кушают котята до встречи до встречи до встречи в следующей Так, окей. Вроде как вопросиков у вас больше нет. Давайте посмотрим на план строения для полипы и для медузы. И на самом деле, если сначала кажется, что эти животные или жизненные формы устроены по-разному, на самом деле все, разница не такая уж большая, значит, у полипа есть ротовое отверстие, вот оно. Находится оно на оральной стороне, соответственно, на стороне, где есть рот. К другому еще это можно назвать оральным диском. Иногда может быть манубриум. Манубриум – это такая трубочка, на конце которой, собственно, находится рот. То есть, если здесь рот, то вот это вот манубриум. Оральная сторона несет на себе большое количество щупалец. И, значит, есть тело полипа и педальный диск или прикрепительный диск. Внутри тела полипа находится гастральная полость. Ну вот, это все гастральная полость. А медуза, по сути, является перевернутым вверх тормашечным полипом. Соответственно, у нас есть тоже рот, есть манубриум, есть гастральная полость, которая в случае медуз уже будет называться желудок. И к этой гастральной полости поправляются радиальные каналы. Ну, то есть, просто, по сути дела, дивертикулы или ответвление от желудка. У медузы также выделяют экс-умбреллу, то есть, внешнюю часть зонтика, вот она. И суб-умбреллу, или внутреннюю часть зонтика. И также у медузы есть щупаться. Несмотря на свое примитивное строение, все то, что к недаре находится на старте эволюции всех многоклеточных животных, у них достаточно сложный клеточный состав. Во-первых, у них есть, как я уже сказала, настоящие эпители, соответственно, клетки связаны между собой межклеточными контактами, и есть базальная пластика. Вот базальная пластика у нас. Все равно чуть-чуть поярче. Значит, вот базальная пластинка. Есть эпителиальные клетки, причем эпителиальные клетки у них совмещены с мышечными, у них есть сократимые фибрилы, сократимые части. И, значит, у эпителиально-мускульных клеток эпидермиса мышечных выросло два. И клеточка выглядит так, как будто она стоит на одной лыже такой. Соответственно, вот тут у нас сократимая часть клетки, здесь ядро и вся остальная часть клетки. В то время как у гастродермиса и клеток гастродермальных выроста будет три, клетка будет выглядеть вот так. Раз сократимый вырос, два сократимый вырос, три сократимый вырос. И клетки эпителиально-мускульные эпидермиса образуют продольную мускулатуру. А эпителиально-мускульные гастродермисы образуют кольцевую мускулатуру. Помимо эпителиальных клеток в составе эпителиев находятся также нервные клетки. Вот они. При этом нервная система у них децентрализованная и никакого нервного центра у них нет. Они просто чувствуют, что их трогают, но не знают, где конкретно их трогают. И в состав эпителиев также входят стрекательные клетки. Это такие специализированные клетки. Они вообще являются синопоморфией всего типа. Выглядят они вот так. Соответственно, у нас есть стрекательная клетка, внутри которой располагается стрекательная капсула. Вот это стрекательная капсула. Ну, СТ это сокращение для стрекательной. Стрекательная капсула. Капсула. У стрекательной капсулы на верхней части клетки есть такая инвагинация, то есть впячивание, которое преобразуется в стрекательную нить. Есть чувствительный жгутик на самой стрекательной клетке. Это жгутик. Соответственно, когда что-то или кто-то трогает этот жгутик, создается изменение мембранного потенциала. Как вы, наверное, знаете, все клетки заряжены и несут какой-то заряд. Чаще всего положительный. Но не всегда. По-разному бывает. Значит, когда кто-то трогает жгутик, этот заряд меняется. И под действием ионных помп, вот вам на цитологии расскажут, что это такое. Я просто боюсь вас запутать. Или на биохимии. Ну, там, короче, начинают работать молекулы, которые перекачивают ионы. И внутрь стрекательной капсулы начинает насасываться вода. Соответственно, там увеличивается давление. Оно растет, растет, растет. И в момент, когда оно достигает критического предела, вот эта стрекательная нить, которая является просто впячиванием стенки стрекательной капсулы, она выворачивается для того, чтобы снизить давление. И сработавшая стрекательная капсула выглядит таким образом. Вот у нас есть стрекательная капсула, есть стрекательная нить. И также могут быть всякие крючки и шипики, которые используются для закрепления стрекательных клеток. Стрекательные клетки бывают разные по своему типу воздействия. Самые примитивные, ну не самые примитивные, самые базовые, это пенетранты. Стрекательные клетки. Токсины, которые впрыскиваются в тело жертвы. Собственно, за счет вот таких токсинов, так называемые укусы стрекающих, имеют токсическое действие, в том числе для человека. Следующий вариант стрекательных клеток это глютенанты. От слова глю или клей их задача приклеиться к жертве и не дать ей возможности уплыть. Следующая группа это вальвенты. Происходит нападение. И вальвенты имеют очень сильно закрученную стрекательную нить, вот такую вот, которая просто накручивается на тело жертвы и не дает ей так же уплыть. И последний тип это трихоцисты. Ответ на трихос это волос, то есть волоскообразные стрекательные клетки. Нужны они для того, чтобы некоторые представители к медали смогли построить себе из них домик. Ну и давайте начнем уже поговорить о разнообразии. Вы пока можете позадавать свои вопросы, потому что сейчас, собственно, я вам расскажу про кораллы. И поотвечаю на ваши вопросы, но сегодня мы с вами закончим. Кораллы или антозоры. Антозоры. Это одиночные или колониальные морские животные, в жизненном цикле которых отсутствуют медузы. И есть две группы. Это шестилучевые и восьмилучевые животные. У них бывает бесполое и плавое размножение. Соответственно, первая группа, о которой мы поговорим, это шестилучевые кораллы. Они являются рифообразующими. У них бывают скелетные и бесскелетные формы. И количество септ у них кратно шести, но не меньше двенадцати. Что же такое септ? Септ это такое впячивание внутренней стенки, которая идет вплоть до глотки. Давайте с вами посмотрим сейчас на эту схему. Значит, у нас есть с вами ротовое отверстие. Вот оно. Нельзя. Извините. Которое переходит в глотку. А глотка сама по себе переходит в гастральную полость. Гастральная полость. В гастральную полость впячиваются септы. Это такие просто складочки, которые идут от внешней стенки тела к глотке. И делят гастральную полость на такие дольки. Значит, септы не целиком разделяют гастральную полость. И вот снизу у нас тут остается как раз классическая гастральная полость. А здесь она будет вот здесь разделена на часть. Нужно это для того, чтобы коралл более эффективно поддерживал гидростатическое давление внутри себя. Так как у него еще нет никаких... Ну, не у всех кораллов есть внешний скелет. И внутренний тоже не у всех есть. Поэтому многие из них опираются просто на воду. Собственно, септы... Обычно септы ассоциированы со щупальцем. И количество щупалец свидетельствует о количестве септ. У шестилучевых кораллов как раз таких септ... Число таких септ всегда кратно шести, но не меньше двенадцати. Потому что первый круг септ закладывается попарно. Шестилучевые кораллы могут выглядеть очень по-разному. Вот это колониальная форма, вот это одиночная форма, но это бескелетная форма. Скелетные формы, я думаю, что вы и так представляете себе, как они выглядят. Восьмилучевые кораллы обладают же внутренним скелетом. Причем этот скелет состоит из отдельных спикул. И число септу восьмилучевых кораллов всегда равно восьми. Значит, так выглядят кораллы, если мы сделаем поперечный срез. Собственно, что мы тут видим? Мы видим глотку. При этом эта глотка чаще всего уплощена в каком-то направлении. И что интересно отметить, между шестилучевыми кораллами есть большая разница. Значит, у шестилучевых кораллов глотка приплющена, сплющена с боков и имеет два таких специализированных участка. Они называются сифоноглифы. У сифоноглифов очень важная функция. Клетки, которые выстилают сифоноглифы, имеют очень длинные яснички. И, собственно, сифоноглиф регулирует ток воды. То есть по одному сифоноглифу вода у шестилучевого коралла спускается, а по другому поднимается. У восьмилучевых кораллов сифоноглиф один, и он гонит воду только вниз. А наверх она поднимается уже пассивно. И еще одно очень важное отличие шестилучевых кораллов и восьмилучевых кораллов – это расположение мышечных валиков относительно фильтрационных камер, которые получаются после образования септы. То есть вот у нас септы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот эти уплотнения, которые мы здесь видим, это, собственно, мышечные валики, которые позволяют кораллам двигаться. У восьмилучевых кораллов в направляющей камере, то есть в камере, которая подлежит к сифоноглифу, два мышечных валика. Все остальные мышечные валики направлены в сторону этой основной камеры. А у шестилучевых кораллов, так как у них два сифоноглифа, рядом с каждым сифоноглифом в камере нет мышечного валика, а в других камерах мышечные валики направлены друг к другу. Так, я готова поотвечать на ваши вопросы. И на сегодня будем заканчивать, наверное. Вопрос, что такое базальная пластинка гастродермис? Вообще, у любого эпителия есть базальная пластинка. Базальная пластинка – это слой межклеточного вещества, в составе которого очень много коллагена. И, соответственно, за эту пластинку, получается, клетки заякоривают в этой пластинке, и она работает как основание для клетчика. Никто не пишет вопросов. У вас больше нет вопросов? Нет, если вопросов нет, тогда давайте с вами поговорим о сифоноглифе. Я пока поставлю демонстрацию на паузу, открою презентацию, а вы можете пока все еще писать вопросики. Если они у вас есть, конечно. Как вода поднимается в 8 лучевых кораллов? Просто пассивно поднимается. Ее просто не гонят реснички, ее выдавливает новая поступающая вода. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, но вы пока думайте над вопросами, а мы с вами поговорим быстренько про сцифозоа или сцифоидных медуз. У них чередование поколений происходит, то есть они уже относятся к медуза зоа. И у них преобладает медузоидная стадия. Для сцифозоа характерно такое явление, как стробиляция. Собственно, связано это явление с размножением. У кнедарий для медузоидной стадии характерно половое размножение. А, вам не видно, простите. А, для полипоидной бесполое размножение. И вот это бесполое размножение может происходить двумя способами. Во-первых, полип может отпочковывать от себя полипы. Это будет стандартное почкование. Ну, у гидры, например, тоже есть почкование. Я думаю о том, что такое почкование вы все прекрасно знаете. А второй вариант – это образование стробил. То есть полип делится поперечно с образованием зачаточных медузок. Эти медузы называются эфиры. А, значит, вот этот полип с медузками, образованный в результате стробиляции, называется стробила. Стробила – это, по сути, медузы, которые лежат друг на друге и постепенно созревают. Когда верхняя медузка созрела, она отсоединяется и плавает какое-то количество времени, вырастая во взрослую половозрелую осадь. Половозрелые осадь выбрасывают в внешнюю среду свои гаметы. Гаметы объединяются с образованием зиготы. Зиготы развиваются в ресничную личинку, которая называется планула. И эта планула, собственно, плавает, оседает и дает начало полипу. Сцефоидные медузы выглядят достаточно разнообразно и красиво, но вот эта медуза, я думаю, что вам знакома. Она называется львиная грива на русском языке. Анна львиная грива на русском языке. А на львиная грива на русском языке – это рот цианея. Внутреннее строение медузы тоже достаточно понятное. Значит, у нее есть ротовое отверстие, которое может располагаться на конце манубриума или окружено ротовыми лепестками, соответственно, это ротовое отверстие. РО – это сокращение для ротового отверстия. Это ротовые лепестки. Соответственно, от ротового отверстия еда попадает в гастральную полость, которая представлена желудком. Это желудок. У желудка есть четыре кармана. И в карманах желудка находятся, удивительным образом, гаметы. То есть не гаметы, а половые железы. Которые синтезируют гаметы. И от желудка же разносятся каналы гастроваскулярной системы. Сейчас. Это каналы, которые выполняют функции кровеносной системы, но относятся к пищеварительной. Так как у медуз очень мощный слой мезохила или мезодермы, вот этого слой межклеточного вещества, то им нужно эффективно разносить питательные вещества всем клеткам. Поэтому они, собственно, разветвлили свою пищеварительную систему и питаются с помощью, собственно, ну, и организуют там ток пищи, которая помогает, которая питает весь организм. Значит, по краям у нас находятся щупальца. А также есть рапалии. Рапалии – это комплексный орган чувства у медуз. И, собственно, в состав рапалия входят светочувствительные глазки, барорецептор, то есть рецептор давления и положения, и хеморецептор. Продолжение следует...